Владимир Путин, выступая на этой неделе на коллегии ФСБ Российской Федерации, потребовал найти и сурово наказать мразей, которые работают на раскол. Означает ли это, что впереди в России большая чистка, большой террор, большие репрессии? Может ли сегодня в России повториться 37-й год? Вот это одна из тем, которые я сегодня хотел бы обсудить с моим дорогим гостем Леонидом Гозманом, с которым мы встречаемся по пятницам, каждую вторую пятницу. И вот в очередной раз я его приветствую на нашем канале. Ну, Женя, привет, спасибо, очень рад. Привет, привет. Так вот, вопрос я уже, можно сказать, поставил ребром. Какой прогноз? Ну, значит так, до чего это дойдет, я, разумеется, не знаю. Но куда они хотят, это понятно. Хотят они действительно террора, потому что ничего кроме террора они предложить не могут. Причем я бы обратил внимание, что они хотят не просто террора по отношению к тем, кого они считают своими врагами. Они хотят, чтобы боялись все. Вот в конце нулевых годов Владимир Владимирович произнес два замечательных слова. Пятая колонна и национал-предателе. Национал-предателе получилось не совсем ловко, потому что это из словаря Гитлера. Ну, не ошибайтесь, что это не работает. А хороши были и пятая колонна и национал-предателе к тем, что ты не можешь в суде доказать, что ты не национал-предатель. Знаешь, ты можешь в суде доказать, ну, в нормальном суде, да? Ты можешь доказать, что ты, например, тебя нельзя судить по статье такой-то, потому что ты, не знаю, не был вооружен, когда грабил, да? Вот за вооруженный грабеж ты не можешь идти, поэтому у тебя статья не такая-такая, а доказать, что ты не национал-предатель, ты не можешь, как не можешь доказать, что ты не верблюд, потому что нет статьи, нет описания. Национал-предатель это, да? Дальше появились совсем замечательные люди, иностранные агенты. И изыскания чекистов показали, что иностранным агентом является тот, кто находится под иностранным влиянием. Как ты понимаешь, доказать иностранное влияние любой следователь может на раз кому угодно, да? То есть надо, они все время хотят, они не просто хотят репрессировать, они хотят репрессировать каждого, кто им не угодит. Вне зависимости от того, что человек делает. Просто вот рожей ты мне, рожей не вышел, ну, не нравишься ты мне, да? Вот за это они должны иметь возможность репрессировать. А мрази – это следующий шаг, на самом деле, очень серьезный, по-моему. Потому что… Вот само слово мрази? То, что за ним стоит. Потому что ежели мразь, ежели мразь, да, то каждый, кто встретил, на месте без суда. Вот и все. Конечно, потому что мразь, но мразь, она и есть мразь. Это же не человек, это вообще непонятно что. Вот это, наоборот, враг рода человеческого. То есть это уже и… Но опять-таки правового описания в юридических категориях понятия мразь не существует, да? Конечно, но здесь важно что, что это уже к исполнению, вот, не закона, а, не знаю, справедливости в его понимании и так далее, уже приглашаются фактически не те органы, крайне далекие от правосудия, которые есть, там все-таки органы какие-то, а уже приглашается просто любой сознательный, ответственный гражданин. Значит, было такое какое-то понятие при товарища Сталине, когда человека объявляли вне закона. И вроде бы, значит, если человек был объявлен вне закона, то его, так сказать, гражданский долг убить его был у каждого, кто его встретит. Ну, просто так вот. Вот встретил, встретил, стало быть, убил, да? Вот мне кажется, что Владимир Владимирович продвигается именно сюда, именно сюда. Ничего хорошего нас не ждет, хотя может у него и не получится, у него вообще ни хрена не получается, может и это не получится. А вот, кстати, Довлатовское знаменитое про 4 миллиона доносов. Я вчера разговаривал здесь же на канале, кому интересно, можете посмотреть, там в описании найдете ссылку. С Геннадием Гудковым, известным российским политэмигрантом и оппозиционером, у которого в силу его профессионального прошлого сохранились обширные связи, в том числе в органах внутренних дел, личные доверительные, очевидно, знакомые остались. И вот он рассказывал, что по словам его источников в российском МВД, среди ментов, грубо говоря, отделения полиции просто завалены доносами на соседей, знакомых, друзей. Им пока не дают хода, но, говорит, колоссальный скачок доносительства сейчас. То есть, как говорила моя покойная мама, нечисть тонко чувствует конъюнктуру. Ну, несомненно, несомненно, это стало социально одобряемым поведением, поэтому оно и есть. Я не знаю насчет вот этого доносительства, в смысле, насколько оно является действительно характерной для российского народа, еще для кого-то, я не знаю. Но вот 4 миллиона доносов, знаменитый момент, да, 4 миллиона доносов, были, более-менее, равномерно распределены, я думаю, по территории Советского Союза. Ну, и вроде вот в России как-то, да, вот доносчики, вот, значит, как-то это принято, да. Я не знаю, а в Украине оно есть. Вот как в Украине относятся к тому, что часть этих 4 миллионов доносов была у них, на самом деле. Я так скажу, что в Украине отношение ко всему, что связано с 1937 годом, со сталинскими репрессиями коммунистическими, я бы сказал, принципиально другое, нежели на территории Российской Федерации. Еще задолго до войны, вот, когда я приехал только жить и работать в Украину, это был 2008 год, уже, слава богу, почти 15 лет прошло, я обратил внимание, что даже среди интеллигенции, даже среди тех, кто является там потомками пострадавших, там тоже были и массовые репрессии, и массовые расстрелы, и один нарком республиканский сменял другого наркома, но все же вот это вот воспринималось в значительной степени как разборка между коммунистами, многие из которых были пришельцами, присланными из России, из Москвы, там, из других городов, которые не были, если угодно, там, частью коренного, исконного украинского общества. И больше, знаешь ли, такое отношение было, вот, и по делам, что они друг друга там перегрызли в свое время. Как-то так. То есть, скорее, скорбное отношение к жертвам сталинских репрессий прежде всего распространялось на тех представителей украинской национальной интеллигенции, которые погибли в огне вот тех репрессий, а репрессии против, так скажем, деятелей так называемого украинского возрождения, они произошли несколько раньше, чем, скажем так, грянуло дело Тухачевского и начались там великие-великие репрессии 37-го года. То есть, отношение к сталинскому террору со специфическим, я бы сказал, украинским уклоном. Жень, я немножко не про то. Вот, на самом деле, вот, когда... Ну, я думаю, писали точно так же, знает... Вот, нет, конечно, так же писали. И жадный, завистливый обыватель – это фигура, не имеющая национальности. Ну, конечно, нет, это-то понятно. Я, собственно, спрашивал, как это рефлексируется. Потому что, ну, в России 99% не рефлексирует ничего. И, наоборот, значит, рады, как мы тут крошим укропов и вообще весь мир нагнули, да. Но все-таки есть тут очень небольшой процент населения, который рефлексирует по поводу русской истории. И в том числе по поводу соучастия рядовых граждан в преступлениях. Да, то есть, ну, вот, написать донос – это соучастие, естественно, да. И ты отвечаешь. Вот в России очень, ну, вот, ничтожный, конечно, процент. Но все-таки есть те, кто вот это обсуждают, да. Собственно говоря, слова Довлатова – это и были вот таким обсуждением, как бы, да. И были вот такой рефлексией. Ребята, вы, ну, Сталин, конечно, изверг и урдалак, понятно, да. А вы просто мимо проходили. Вот, вот, в Украине это есть или там, вот, просто, ну, это вот, как ты сказал, это вот прислали из Москвы, там. В общем. Нет, рефлексия, наверное, касается все же событий, связанных с Великим Голодомором. Такой угол зрения, да. Немножечко иная оптика, иной угол зрения. Там колоссальная, колоссальная трагедия для украинского народа. Это был Голодомор. Масштабы этого Голодомора трудно себе представить и трудно себе описать. Потому что, ну, вот опять-таки, я вспоминаю, что мне в каком-то смысле повезло в этом отношении. Потому что я в очень нежном возрасте от, опять-таки, покойной мамы узнал о том, что это было. Потому что у нее старшая сестра, которая была много ее старше, с мужем жила в Киеве. А моя бабушка, ее мама, взяв мою совсем маленькую маму, которая была там лет пять, поехала в Киев как раз на пике Голодомора. И вот первые жуткие впечатления детские моей матери, это впечатления о голодных людях, доходягах, которые ползали буквально на четвереньках по улицам Киева, просили куска хлеба или милостыни. И это ей навсегда врезалось в память, и она мне об этом рассказывала, когда вот мне тоже было мало-мало лет. А ведь об этом в России, в бывшем Советском Союзе, за пределами Украины, к сожалению, очень мало было известно. Очень мало было известно. А в Украине практически такое ощущение, что в каждой семье кто-то из дальних родственников, из предков погиб во время вот тех страшных лет. Ну и, конечно, другая оптика, это оптика уже послевоенных лет, когда доносили уже на тех, кто сочувствовал повстанческому движению на западе Украины. Опять-таки, другой специфический взгляд на вещи. Хотя надо отдать должное, что день официальной памяти жертв сталинских репрессий был введен в Украине, по-моему, раньше, чем в России. На официальном уровне третье воскресенье мая, как каждого года, указом тогдашнего президента, в 2005 году указом тогдашнего президента Виктора Ющенко, был учрежден как день памяти жертв массовых репрессий сталинского большевистского режима. У меня вот какой вопрос в связи с этим возникает. Все-таки у массовых репрессий сталинского времени была жестокая, чудовищная, но тем не менее такая вот холодная рациональная составляющая. Нужны были рабы, нужна была дешевая, рабочая. А вот сейчас, условно говоря, необходимость в пушечном мясе не подтолкнет режим к этим самым новым репрессиям, когда людям будет предлагаться выбор. Либо вы идете на фронт, либо мы вас превратим в лагерную пыль. Жень, я хотел сначала отреагировать на эту самую жестокую, преступную, но как бы необходимую, рабовую. Вообще, я тут читал как-то недавно, что на самом деле представление о том, что ГУЛАГ был такой мощной экономической системой, несколько преувеличено и искажено, как и все, про Советский Союз. Я думаю, что для большинства колоний, большинства лагерей проблема начальства была не в том, что им не хватало работников, ну, рабов заключенных для исполнения каких-то заданий, а проблема была в том, что у них было до хрена заключенных, которых некого было зевать. А фронта работы не было вообще. То есть, да, по-видимому, это было задумано, как, там, товарищем Сталином и другими бандитами было, видимо, задумано, как такая трудовая армия бесплатная. Но непонятно, было ли это реализовано на самом деле. Вот было ли это действительно реализовано. Или они просто убивали людей. Вот не исключено, что на самом деле ГУЛАГ был злом ради зла, просто ради зла, просто убийство ради убийства было. Потому что эффективность, экономическая эффективность ГУЛАГа была какой-то, видимо, очень-очень низкая. Вот эта вот проблема, так сказать, безработицы в ГУЛАГе, что, ну, нечего было людям делать, не было фронта работ. Вот, и для каких-то воспоминаний говорится, что это было просто, ну, вот буквально, буквально выкопай и закопай. Ну, потому что нельзя, конечно, чтобы зэк ничего не делал. Он должен там походить 19 часов в день, это понятно. Нежелательно сдохнуть на этой работе. Но самой работы-то не было в очень многих случаях. Вот, что касается сейчас, что касается сейчас, то я не вижу необходимости для массового террора, потому что для того, чтобы привлечь людей... Ты имеешь в виду экономические, экономические. И даже политические, потому что... Да, вот, что, оказывается, политические. Вот, очевидно, если наш великий вождь будет продолжать войну, или если ему дадут продолжать войну, если там не возникнет табакерка и прочее, да, то, конечно, ему будут нужны опять люди, пушечное мясо ему нужно, это понятно, да. Только ничего, кроме людей, он противопоставить не может. Техника хуже, понятно, оружие хуже. Ядерная бомба – это фатальное решение, окончательное, так сказать, ну и так далее, да. Значит, единственное, что он может, это по завету сталинских маршалов забрасывать врага трупами своих солдат, что он, видимо, и пытается сделать, правда, без особого успеха, надо сказать. Все-таки Бахмут-то стоит все еще, дай бог, дай бог украинцы. О Бахмут мы обязательно поговорим. Да, ну вот, так вот смотри, так вот смотри, что получается. Значит, да, ему нужно пушечное мясо, но зачем такой сложный путь через лагерь, через тюрьму там и давать такой выбор? Зачем? Значит, проще закрыть границы. Ну, конечно, их нельзя полностью закрыть, но просочиться через закрытые границы очень немного народу, ну, особо, так сказать, активные люди. Так они и в армии, они нужны, они оттуда дезертируют, не надо их. Значит, закрыть границы и давай вообще хватай на улицах рекрутов, и хорошо. То есть, просто я не вижу здесь никакого смысла. Я думаю, что, но, но, что имеет смысл, это держать всех в страхе. Вот это смысл имеет. Но для этого не обязательно сажать миллионы, для этого надо сажать громко случайных людей. Вот случайных, или там почти случайных. Или сажать показательно. Ну, случайных и показательно, естественно, да. Все должны знать. Допустим, дело Владимира Карамужзы-младшего, да? Которому... Конечно, да, да. ...светит 25 лет обвинению в государственной измене. Да, конечно. А государственная измена выразилась в том, что он всего-навсего выступал критически в западных средствах массовой информации. Ну да, по моему глубокому убеждению, в государственной измене виновны те, кто начали эту войну. Вот это действительно государственная измена. С моей точки зрения, мне кажется, если их судить внутри России, то им вполне можно предъявлять и это обвинение тоже. Кроме массовых убийств и прочего, еще и государственная измена. Мне кажется, да. Вот. Но вот показательные суды, да. Да. Случайные жертвы, чтобы каждый боялся. Да, безусловно. Массовые, в общем, по-моему, не очень нужны. Хотя нельзя недооценивать эмоциональность наших начальников и первого лица. Мне кажется, что Владимир Владимирович человек очень эмоциональный, очень обидчивый и, соответственно, от... И очень мстительный. И мстительный, конечно. И, соответственно, от обиды он может вообще много чего делать. Но мстительность касается конкретных людей. Да, вот, найти, поймать там и так далее. Это, конечно. Но вот такая какая-то общая обида, общее раздражение, оно может выражаться в совершенно неадекватных действиях. Ну, вот как там его речь по поводу этого якобы теракта в Брянской области, что они хотят лишить нас языка и памяти. Это, конечно, совершенно гениальная находка, просто вот даже я от него... Это было в Благородье Бодина, а в Брянске дядька вы как-то так. Совершенно правильно. Но на самом деле тут что интересно, кроме того, что это ахинея, разумеется, да, понятно вообще, что бы там ни было, провокация ФСБ или там действительно какие-то там борцы с режимом вдруг откуда-то взялись там и так далее. Не важно, что это было. Важно, что люди, которые слушают президента, да, у них это не резонирует, понимаешь? Ну, не резонирует. Ну, смотри, идут сообщения, да, вот вооруженные люди прошли в Брянскую область, там идет бой, там они убили ребенка, там, я не знаю, что они еще сделали, там и так далее, да. И вот, значит, выступают верховные главнокомандующие и так далее. И о чем он говорит, что они, оказывается, хотели наслежить родного языка. Понимаете, ну вот никто из... Вот я сейчас беру только тех людей, которые его слушают, которые хотят его слышать, которые ему верят, да, такие еще есть в России. Но эти люди не чувствуют в этих действиях угрозы родному языку и исторической памяти. Вот, но они не чувствуют этого. У них другие чувства, совершенно другие чувства. Там враг напал, там, не знаю, ребенка убили. Ну, что угодно говори, но про это. Он уже очень давно... Кто бы и снять ребенка не убили? Ну, это само... Ребенка спасли врачи, но мгновенно определили, что извлеченные из грудной мышцы пуля натовского производства. Ну, конечно. Моих коллег ядовито написал, так и представляю, вот как за звоном врач-хирург бросает эту пулю в лоток и говорит, а пуля-то натовская. Он по звона определил. Которая, которая ассистирует, говорит, аккуратнее, осторожнее, натовская пулька. Да, 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 взорваться может. Он по звону определил, по звону. Когда вот она, он ее бросил в лоток, она зазвенела, и он по звону определил, что она натовка. Ну, конечно. Ну, конечно. Нет, я даже не об этом. Что там все вранье, это, ну, это ежу понятно, да? Не в этом дело, а в том дело, что он не находится в диалоге с людьми. Вот я могу привести пример, когда я вот, казалось бы, уже давно скептически к нему отношусь, тем не менее, я слушал его речь. Действительно, слушал и ждал, что он скажет. Это когда начался ковид, так? Бардак, ничего не понятно. Путин, прям как Сталин в первые там 10 дней войны, молчит. Нету его, вообще нету. Хорошо, нету, работает с документами, ладно. Значит, потом анонсируется, будет выступление президента Российской Федерации. Ну, хорошо. Мне прям неловко об этом говорить, но я как дурак включил телевизор. Значит, хотел послушать, что он скажет. Слушай, ну, эпидемия... Вдруг войну объявят? Ну, не войну, нет, ну, катастрофа. Он должен ему что-то сказать, да? Паника в обществе, паника там, люди не знают, что делать. Ну, понятно, что-то он должен сказать. Он появился, значит, естественно, в телевизоре, ну, в этом, из бункера, как положено. И сказал. Действительно сказал, успокоил всех, и меня тоже. Он сказал, что парад победы мы все равно проведем. Да, точно, точно. Это главное. Успокоил. Успокоил, да. Все сразу сказали. Ну, фу. Ну, слава богу. Отлегло. А то мы боялись, что парада не будет. Да, да. Какая-то таинственная эпидемия, от которой люди мрут, как мухи, да? Чем лечить, никто не знает. Денег нет. Предприятия закрываются. Как жить, непонятно. На самом деле, проблемы были действительно очень серьезные. И шок в первые дни был очень серьезным шоком. Ну, да. Трофическая несхватка аппаратов для искусственной вентиляции. Ну, конечно. Когда была проблема номер один. Да, да, да. Ну, конечно, конечно. И этот орел говорит, а мы проведем парад победы. Ну, парень, ты с кем разговариваешь? Ты с кем разговариваешь? Ты с кем разговариваешь? Алло, гараж. Да, да. Вот сейчас то же самое. Сейчас то же самое. Вот если взять тот процент населения. Мы не знаем, какой это процент, да? Который верит всему. Верит, что, да, напали, значит, украинские диверсанты. Или русские фашисты. Или марсиане русофобы. Неважно, кто. Напали, да? Напали. Они чего хотят? Вот верят, да? Берем человека, который в это верит. Он что, хочет от президента услышать про язык и историческую память? Бред же. Бред же. Он же хочет услышать совершенно другое. То есть Владимир Владимирович совершенно не в диалоге с даже своими людьми. Совершенно. Вообще-то вот уехал. Нет, он в диалоге, наверное, с самим собой. С самим собой и с богами. Или со своим двойником, о котором в последнее время так часто говорят. И, честно говоря, это была чистая конспирология. Но вот когда он выступал со своим докладом, извините, оговорка по Фрейду, Бреждю с докладами выступал. А Путин выступал с посланием федеральному собранию. На следующий день был вот этот вот митинг-концерт. И у меня точно было ощущение, что это два разных человека. Ну, там был очень серьезный аргумент за то, что это два разных человека. Я не знаю, как это на самом деле. Но серьезный аргумент вот какой. Он, когда посылал федеральное собрание, он, как обычно, был на расстоянии двух трамвайных остановок от них. А тут он вышел на сцену и всем пожимал руки. Артистам, еще кому-то. Может быть, конечно, они все сидели в карантине. Может быть. Это было бы объяснением. Но если они не сидели в карантине, то значит, это двойник. Потому что при его, мягко говоря, осторожности он не мог бы так поступать. Ну да, после этих двухметровых столов, или четыремметровых, как-то странно, действительно. Шестиметровых? Шесть. Шесть метров. Шесть метров. Нет, ну, понимаете, сейчас и вот в этой истории с Брянской областью, она же абсолютно опереточная. Вот она там на каждом шагу опереточная. Там какой-то местный ФСБшный начальник докладывает, что проводятся мероприятия по разминированию обширных территорий, на которых обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа. И вот у меня сразу возникает образ, что вот идут эти самые там то ли добровольцы, то ли легионеры, то ли члены какой-то там переодетой группы. И из лукошка широким местом попахать разные устройства взрывные всевозможных видов и моделей. И, опять-таки, события происходят в Брянской области, и тут же говорится, и президент в этой связи не едет в Ставропольскую. Ну да. На всякий случай. На всякий случай. Да, конечно. Но, и все же ждали... Как говорится, одно место взыграло. Ну да. Все же ждали, что он скажет, а он опять ничего не сказал. Опять ничего не сказал. И, как я понимаю, он же и Совет Безопасности не провел. Ну, может, еще мы узнаем. Может быть, провел и задним числом. Мы узнаем какие-то там невероятные... Ну, может быть, конечно. Но это буквально как наступление коммунизма, о котором мы узнаем из закрытого письма ЦК КПСС. Мы через какое-то время знаем, что на самом деле... Вместо обещанного, или там, вместо объявленного в 1980 году коммунизма, как известно, в Москве состоятся Олимпийские игры. Так, властел анекдот середины 70-х. Билеты действительно. Билеты действительно. Хорошо. Ну, вот если шутки в сторону. Дальше-то что? Вот читаю я сегодня новость, что опять объявился Пригожин, который опять что-то там вещает, требует. Дайте мне... Вот прямо как... Кто у нас? Пифагор или Архимед? Говорил, дайте мне точку опоры, и я переверну мир. Архимед. А он говорит, дайте мне 30 тысяч крепких бойцов, и я возьму Бахмут. Опять он... Уже не Киев, а Бахмут. Уже не Киев, а Бахмут, но вот как бы сейчас это просто какой-то карфаген для Владимира Владимировича. Взять Бахмут или умереть? Ну, лучше, конечно, чтобы умер, но... Ну, как сложится. Просто возникает вопрос, ну, хорошо, возьмут они Бахмут, да? Возьмут они Бахмут, и что дальше? Дальше-то они будут, я не знаю, Краматорск или Славянск еще 10 месяцев штурмовать. Ну, конечно, шина очевидна. Заваливая окрестности другого, соседнего, прежде совершенно никому неизвестному в России украинского небольшого города, трупами мобилизованных? Да, да. А они больше ничего не могут. Они же больше ничего не могут. Ну, Владимир Владимирович действительно преследует неудачи, причем не только те, которые как бы видны. То есть, то, что вот, ну, там, я не знаю, отступили от Киева, бежали из Харькова, ушли из Херсона, вынуждены были уйти там и так далее, да? Его преследуют неудачи нереализованных надежд, нереализованных планов, да? Ну, вот была важная дата столетия создания Союза СССР. 30 декабря 2022 года. Дата исключительно важная для Владимира Владимировича, но поскольку он является, так сказать, продолжателем СССР, очевидно, да? Поскольку распад СССР, крупнейшая геополитическая катастрофа и прочая ерунда, которую он на полном, на голубом глазу произносил. Хорошо. Он, очевидно, хотел как-то к этой дате что-то сделать, да? Он хотел сделать с Украиной, не получилось, слава, слава украинским солдатам. Значит, он хотел положить под елочку Беларусь и даже летал для этого к Лукашенко, не получилось. Значит, он 22 декабря, да, 30 декабря не заметил. То есть, вот, замечательно, что в Москве не было никаких мероприятий. Даже научно-практической конференции, как в былые времена случалось. Может, какая-то научно-практическая конференция была, но они не говорили в прессе. Вот. Это совершенно поразительно. Столетие создания Союза СССР – это важная дата в истории России. Это реально важная дата. Ну, как, я не знаю, там какие-то сражения, еще чего-то. Столетие создания вот этой уже коммунистической империи. Ну, важная дата. Для ученых-историков неплохо было всерьез поговорить об уроках, не состоявшихся проекта. Жень, мне кажется, это не только ученые-историки. Это вообще-то важная дата. Ну, действительно, в этот день было объявлено, что страна пойдет вот по этому пути, а не по этому, да, по пути возрождения империи. И строительство империи, пусть новой, на новых основах, там, братство, там, еще чего-то, но империя, да. И вот она развивалась, а потом эта империя накрылась, там, ну и так далее. Да, это важно. Есть о чем поговорить, правда. Да, они решили не отмечать, потому что у них ничего не получилось. Окей, дальше Владимир Владимирович, следующая дата у него была 24 февраля. И вот тут он, видимо, очень старался. И по всей вероятности слухи о том, что он отдал приказ в обязательном порядке очистить всю Луганскую и Донецкую область, взять все города, которые там. По-видимому, это правда, судя по тому, что он кидал на дело. И оно опять не получается. И 24-го он не сказал ничего. Да, 24-го он не сказал ничего. 21-го, когда он посылал федеральное собрание, он не смог объявить никакой победе. А совершенно очевидно, почему он назначал на 21-е федеральное собрание. Потому что он рассчитывал, ну, совершенно очевидно, он рассчитывал 21-го объявить о какой-то победе. Федеральному собранию доложить. Сказать, значит, вот, докладываю вам, что наши героические войска, Терпыр, Восемдыр, вводили еще 60 метров территории, но что-то надо было сказать, он ничего не сказал, потому что ничего не получилось, значит, у него не получается, поскольку у него ничего не получается. Он сказал очень важную вещь, я прошу прощения, он сказал очень важную вещь, во всяком случае, очень четко дал понять, что теперь у нас перманентное состояние войны, что цель ничто, движение все, и мы будем теперь все время воевать, и даже под это дело выстраивать новые институты, новые социальные структуры, новые сети. Да, это правда, это правда, с этим я согласен, конечно, именно это он и сказал. Намекнул на то, что будут большие специальные ассигнования на это дело. Несомненно, несомненно. Он старался заинтересовать массовое российское чиновничество, я бы так сказал, в том, что их от вот этой бесконечной войны ждут большие бенефиты. Да, конечно, конечно, но это не доклад, не рапорт о успехе, а это сообщение о том, как мы будем жить дальше. Вот дальше мы будем жить так, потому что мы не можем победить, поэтому мы будем воевать всегда. Вот на самом деле война без перспективы победы – это Орвал. Да, это Орвал. Война – это мир. Война – это мир, да. Да, вот мой папа, которому было 16 лет, когда началась война, он был в Питере, и в Питере потом, ну, самое страшное время, он был в блокаде, потом его призвали в армию. Значит, вот он мне говорил, что в самое страшное время никто в городе не сомневался в том, что мы победим. Вот он говорит, что он не встречал людей, которые бы сомневались, что Советский Союз победит гитровскую Германию. Вот не было таких людей, да. И были надежды на победу, и были разговоры, очень много было разговоров о том, какая будет жизнь после победы. То есть вот победа была ожидаемым событием. Более того, все знали, как она произойдет. Было два варианта победы. Один вариант победы – мы освободим свои земли. Второй вариант победы – мы дойдем до Берлина. Постепенно товарищ Сталин стал это двигать. Мы дойдем до Берлина, и люди стали тоже воспринимать, что победа – это когда мы, значит, добьем врага в его логове. Отлично, замечательно. Но было вот это ощущение победы, что победа должна быть. То есть война была не как состояние, а как некое событие, которое должно завершиться победой. Я не знаю, кстати, как это чувствовали немцы в Германии. Может быть, так же. Может быть, так же. То есть это ощущение, что будет победа, оно совершенно не обязательно адекватное. Может быть, поражение. Но оно было. Сейчас его нет вообще. И Владимиру Владимировичу нечего доложить людям. Нечего доложить людям. Поэтому ему остается только, так сказать, врать, пугать и так далее. Победа в том, что в отличие от советских граждан времен Второй мировой войны, веривших абсолютно свято, убежденных в том, что победа будет за нами, наше дело правое, враг будет разбит. Вот у меня сегодня нет ощущения, что люди, находящиеся в оппозиции к Путину, не поддерживающие путинский режим, испытывают вот такую же святую веру в неизбежность собственного успеха. Вот я разговаривал некоторое время назад с одним из своих добрых украинских киевских знакомых, человеком, скажем так, которого я люблю за массу точных наблюдений и способным, так сказать, замечать очень важные мелочи. Он, вслух размышляя об уроках недавней украинской истории, сказал, что в чем причина, почему Майдан победил в 2004 году и в 2014, 10 лет спустя. Потому что и тогда люди, вышедшие на площадь, и те, кто вышел на площадь 10 лет спустя, они абсолютно были уверены в том, что их дело правое, они победят, они добьются своих целей. А вот почему в России этого не происходит? Только ли страх тому иное? Конечно. В 91-м мы тоже были убедены, что наше дело правое, мы победим. Да. Мы победили. Да, да. Мы победили в 91-м. А вот на Болотной и на проспекты Сахарова, мне кажется, такого ощущения не было. И может быть напрасно. На Болотной такое ощущение возникало. Оно возникало иногда. Оно не было постоянного, но оно возникало. И поэтому был лозунг «Жулики и Уора пять минут на сборы». И казалось, что уже все. И крупные корпорации, крупный бизнес, Жень, крупный бизнес вдруг стал, ну не то чтобы в оппозицию, но... Я просто на несколько примеров, когда люди, когда начальники крупного бизнеса говорили своим сотрудникам, ну вы все, конечно, пойдете на демонстрацию завтра. Так что это вот как-то это, ну в общем, там отгул за это давали. Ну не отгул за это давали, а это не было нарушением дисциплины, ты должен быть на рабочем месте, а ты пошел на демонстрацию. Нет, ну как, все же мы пойдем на демонстрацию, как иначе, да? То есть уже было ощущение, что этот режим накрылся. Но он, к сожалению, не накрылся. Значит, сейчас, сейчас, ну мне кажется, что есть очень большое расстройство, если хочешь, от того, что получилось. Надо сказать, что дело не в том, какая ситуация сейчас. Дело в том, что никто не ожидал такого поражения. Вот что ужасно. Никто ж не ожидал такого поражения. Ну, хорошо, я помню там начало нулевых годов и прочее. Да, много не нравится и так далее. Но это не сравнить с тем, что есть сейчас. Ну, совершенно не сравнить, да? То есть, мне кажется, что для такой думающей части нашего общества, она несколько деморализована этой глубиной и масштабом разгрома. Ну, потому что это разгром. Мы абсолютно разгромлены, это надо понимать. Надо признавать, да, ну что... Не знаю, я в Берлине, вы тоже не в Москве. Там же, это правда. Я тоже об этом сейчас подумал. Что да, 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 это разгром. Это разгром. Это разгром. И да, можно сказать, что, наверное, наше поколение проиграло. Я в слове проиграл, есть ощущение, есть некий звук, звучит обвинение этому поколению, что оно виновата, что оно проиграло. Я в этом не уверен, на самом деле. Хотя это просто отдельный разговор. Я даже провел еще до пандемии несколько десятков. Я сделал таких сам, ни с кем не договариваюсь, несколько десятков интервью с активными деятелями реформ. И вторая группа у меня была доброжелательные наблюдатели. То есть люди, которые сами не были там ни в правительстве, нигде, но они очень сочувствовали, следили за всем, но они идентифицировались с этим и так далее. Собственно говоря, главная задача понять, что мы сделали не так. Что мы сделали не так. И там довольно много вещей, которые мы сделали не так. Но я не уверен в том, что если бы мы все сделали так, мы бы предотвратили вот этот кошмар. Я не знаю. Я не знаю. Этот кошмар был с очень многими вещами связан. Но факт тот, что, конечно, общество деморализовано. То общество, которое имеешь право называться обществом, оно деморализовано, конечно, да. Вот этим жутким поражением. И я думаю, что оно придет в себя. Ну, не первое, не последнее поражение в мировой истории, да. И люди, ну, в конце концов придут в себя и найдут в себе силы, найдут новые перспективы там и так далее. Наша задача сейчас, это, как мне кажется, наша задача сейчас, ну, кроме таких чисто практических, типа, убеждать западный мир, давать оружие Украине как можно больше, как можно быстрее и так далее. И это мы можем делать и обязаны делать. Причем на каждом своем уровне. Кто-то может говорить с сенаторами Соединенных Штатов. Кто-то может говорить с соседом политической клетки. Но поскольку это демократические страны, то мнение соседа политической клетки, в общем, тоже очень важно на самом деле. Потому что он будет голосовать. И люди почувствуют его политики, почувствуют, что он хочет. Да. Поэтому вот такая задача. Задача взаимопомощи. Задача помощи Украине, разумеется, которая, ну, обязана делать то, что мы можем. Но кроме этого у нас задача выжить, сохранить бессмертную душу, сохранить тот слой людей, который готов потом пойти в новое наступление для все-таки очистки этих завалов, расчистки этих завалов. Ну, и возвращение того, что мы завывали когда-то, и продвижение вперед в дальнейшем. Ну, что ж, я могу только сказать, что, как ни пессимистично сегодняшнее, все-таки я не теряю определенного здорового оптимизма и верю в то, что в конечном счете, поскольку наше дело правое, победа должна быть за нами. Я тоже назовусь. И слава Украине. Героям слава. Спасибо большое, Леонид. На этом мы ставим точку с запятой. До следующей встречи по нашим пятницам, соответственно, через две недели, если будем живы и здоровы. А сейчас самое главное. Мы постараемся. Всего доброго. Счастливо. И не забывайте, кстати, подписываться на канал, который носит мое имя и фамилию, очень простой канал, называется Евгений Киселёв. Подписка нам очень поможет. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин